Тяжелый большой мяч. Давайте еще попробуем с мягким вот таким вот плечом. Воспитатель Никола Березовского детского сада номер 3 Светлана Садрисламова наглядно демонстрирует практику, внедренную на своих занятиях с детьми. Каждый участник с большим багажом и опытом знаний за плечами, который они передают своим воспитанникам. Мой общий педагогический стаж 25 лет. В этом детском саду я работаю уже 20 лет. В конкурсе «Педагог года» я участвую в первый раз. Я решила поделиться своим опытом патриотического воспитания со своими коллегами, так как я работаю над этой темой очень давно. И в этом году эта тема является особенно актуальной, так как мы должны в детях воспитывать любовь к родине с детства и воспитывать уважение к своей стране, к своему народу. А как они справляются со своими задачами, педагоги показывают на муниципальном конкурсе. Участников поддерживают и помогают подготовиться коллеги, ведь им предстоит раскрыть свой педагогический профессиональный уровень с разных сторон на протяжении нескольких этапов. Первый тур был заочным, где жюри оценивали интернет-ресурс участников конкурса по следующим критериям – дизайн, содержательность, концептуальность и эргономичность. Второй тур конкурса – очное педагогическое мероприятие с детьми, который проводился на базе трех детских садов. Конкурсанты провели занятия с детьми, демонстрирующие практический опыт участника конкурса, отражающих сущность используемых образовательных технологий. После проведенного занятия педагоги провели самоанализ своего мероприятия. Третий тур проходит сегодня в очной форме, который включает в себя два этапа. Первый этап – педагогическая находка. Это публичное выступление, демонстрирующее элементы профессиональной деятельности, методы, приемы и современные подходы в образовании. Второй этап – мастер-класс, где педагог демонстрирует конкретную практику, технологии, способы воспитания, обучение и развитие. Параллельно проходил конкурс «Учитель года-2024». Жюри предстоит непростая задача – выбрать из числа конкурсантов лучших педагогов дошкольного и школьного образования. Оглашение результатов по традиции проходит в школе райцентра. Торжественную церемонию открывает глава администрации района Алексей Горбачев. Ваш вклад в целом в систему образования каждого здесь сидящего огромен. Кадры, а именно люди, составляют гордость образования. Именно учителя, воспитатели, директора, заведующие детских садов, завучи. Именно на вас равняется все население Краснокамского района. Потому что вы пример интеллигентности, порядочности, ответственности. Сегодня мне, пользуясь случаем, хотелось бы особо подчеркнуть ту большую работу и поблагодарить вас всех, которая была проведена в 2023 году. В 2023 год был год педагога и наставника. И я рад, что мы успешно провели все мероприятия, которые планировали. И каждый из вас и в дошкольных учреждениях, и в наших школах сделали все для того, чтобы статус учителя, статус воспитателя, наставника был подят на достойную высоту. Конкурс удался. Результаты хорошие. Мы вас будем поддерживать и будем стараться сделать все, чтобы вы и на республиканском этапе достойно защитили честь системы образования Краснокамского района. Спасибо вам большое и дальнейших успехов. И вот настал тот самый волнительный момент – объявление результатов. Победителем конкурса «Учитель года 2024» стала Альбина Нуриддинова, учитель начальных классов школы деревни Соусбаш. Именно она будет представлять Краснокамский район на республиканском конкурсе профессионального мастерства. Конечно, я очень благодарна своему коллективу, которые поверили в меня. Моей маме Елене Гусмангалевне, она учительница. Я пошла по стопам своей мамы, своей семьи за поддержку. Победителем в муниципальном конкурсе профессионального мастерства «Педагог года 2024» стала воспитатель детского сада номер 3 села Никола-Березовки Светлана Садрисламова. Впереди у нее целый год, чтобы основательно подготовиться и представить район на республиканском уровне. Тема моей педагогической находки на этом конкурсе была «Тимбилдинг как технология сплочения детского коллектива». Дети современные, к сожалению, зачастую не умеют договариваться между собой, работать сообща, поддерживать друг друга, и им трудно работать в команде. Вот здесь мне на помощь приходит «Тимбилдинг». Это технология команды образования, состоящая из объединяющих игр, с помощью которых из обычных дошкольников с разнообразными индивидуальными особенностями мы формируем надежную и сплоченную команду. Я всегда была уверена в своих силах, но все-таки без поддержки окружающих я бы не смогла справиться. Большое спасибо моей семье, которая меня поддерживала. Моя напарница мне очень-очень помогла, родители воспитанников моих прекрасных. Всем большое спасибо, кто меня поддержал. Также в рамках конкурсов педагогического мастерства были определены победители в разных номинациях. Все призеры были награждены дипломами и ценными подарками отдела образования. 23 января по 5 февраля прошел муниципальный этап конкурса «Учитель года 2024», который проводил все цели выявления и поддержки творческих работающих педагогов, повышение престижа учительского труда, распространение опыта лучших. Конкурс – это всегда сложно. Это состязание, но это состязание лучших из лучших. Это старт, открывающий новые возможности для профессионального роста. Поэтому стоит еще раз отметить профессиональный уровень наших педагогов, которые неоднократно входили в число финалистов и призеров региональных и всероссийских состязаний. Желаем победителям и призерам всех участникам конкурса в уверенности, в собственных силах и творческих успехах, реализации задуманных проектов и новых плодотворных идей. В очередной раз конкурсы педагогического мастерства среди работников дошкольного и школьного образования объединил настоящих профессионалов, преданных своему делу, оставил в памяти только яркие эмоции и придал новый импульс в работе, где всех без исключения объединяет трудолюбие, мудрость, требовательность, верность избранной профессии, преданность миру детства.